Всем привет! Блендер 2.90. Хотелось бы в этом ролике рассмотреть, как скрывать объекты. Но вначале давайте я расскажу, как изменился внешний вид моего канала и благодаря кому. Вот такой красочный теперь внешний вид канала. А помог мне с этим ник Artist89. Зовут его Николай. У Николая есть Instagram, Facebook. Также заходите на Artstation, посмотрите работы автора, задавайте вопросы. Надеюсь, та информация, которую он может дать, вам будет полезна. Итак, продолжаем рассматривать именно Блендер, то, что в нем полезно будет именно для работы. Как скрывать объекты. Уберем пока каску. Вот опять же подопечный солдат. Так, сумки я пока тоже отключу. Единица на нампаде. Заходим. Давайте в текстуры Paint. И я хочу покрасить именно какую-то часть персонажа. Чтобы мне не мешали части. Вот, допустим, хочу покрасить руку. И вот это меня будет отвлекать тело и голова. Нажимаем сочетание клавиш Alt-B и выделяем руку. Вот так вот. Вы видите, что ничего не произошло. А почему? Потому что мы находимся в шейдинге. Вот третьем. Вот в этом. Нам нужно переключиться или на второй шейдинг, или на первый. Первый это Warframe. Именно сетка. А второй вот в таком внешнем виде. Можно работать с рукой. Мы ее здесь можем также красить. Любым цветом. И вы видите, что нам не мешают уже отдельные части. Но именно тело, ноги. Мы работаем только с той частью, которая нам вот на данный момент необходима. Можем ее вертеть, крутить. Вот таким вот образом. Как вернуть все это дело назад? Опять нажимаем Alt-B и возвращаемся вот в такой внешний вид. Единица на нампаде. То же самое можно проделывать именно в Edit Mode. Переключаемся на Edit Mode. Снимаем выделение. И нам нужна именно вот эта голова. Давайте Alt-B и вот так все это дело выделим. Вот теперь мы можем работать только с этой частью. Даже с внутренней. И ничего нас больше не отвлекает. Именно вот от этой нужной нам части. Так, теперь что еще можно? Alt-B нажимаем. Нам нужна опять же голова. Жмем единицу на нампаде. Приближаем. Можно переключиться вот в этот шейдинг. Верпорт. Варфрейм. И нажать английскую C. Колесико, кисточку делать больше-меньше. По прошлым роликам все. И мы вот закрашиваем вот эту часть. Вот таким вот образом. Если нам какая-то часть не нужна. Нажимаем S-K. Убираем вот эту вот кисточку. Опять же жмем C. Кисточку больше-меньше делаем колесиком. И колесико зажимаем. И убираем, очищаем те части, которые нам не нужны для работы. Вот так. Теперь S-K жмем, кисточку опять убираем. И жмем сочетание клавиш Shift-H. Вот теперь мы можем работать только с этой частью. Переключиться в другой шейдинг. Вот этот. Переключиться, допустим, в Sculpt Mode. И работать уже с этой головой в Sculpt Mode. Возвращаемся в Edit Mode. И как вернуть все эти части назад, да? Нажимаем Alt-H. И возвращаем все на место. Вот такая прикольная штука. Если у вас сейчас вот цельный персонаж. И вы хотите поработать с ногами. Единица на нампаде. То опять же Alt-B. Выделяем только ноги. И заходим. Либо в Edit Mode. Либо в Sculpt Mode. Вот так вот. Здесь все это дело пропало. Edit Mode. Ноги появляются. Вот такая штука. Скульпт Mode. Alt-B. У нас персонаж в Sculptе скрытый. Поэтому жмем Alt-H. А вот теперь можно работать именно с Alt-B. Выделяем ноги. И повторяем. Edit Mode. Текстуры Paint. Вот. Все работаем. Заглядываем вовнутрь. S английская. Выбираем какой-то цвет. И попробуем все это дело покрасить. Вот так это все дело красится. Синим цветом можно даже одну вот штанину позакрасить. Вот так вот. Смотрим, что у нас. Как она внутри красится. Вот такое что-то происходит. Alt-B. И вот у нас персонаж уже с четкой полосой получается. Вот этой верхней. Вот такая происходит покраска персонажа. Вот такая ровная полоса. Вы видите после скрытия верхней части. Давайте рассмотрим, как объекты именно тоже скрывать. Все то же самое. Заходим в Object Mode. Выбираем персонажа. Жмем Shift-D. Селчок. G. Оттаскиваем персонажа вбок. И объединяем. Вот у нас два персонажа. Или два предмета. Объединены. Через Shift-Убираем второго персонажа. Жмем Ctrl-J. G. Английская. Или O. Русская. Это теперь у нас один типа Subtool. И вот нам нужно поработать с этой рукой. Вот допустим одного персонажа. А этот нам мешает. Единица на нампаде. Alt-B. Выделяем только одну руку. И работаем только с одной рукой. Вот такая штука. Заходим теперь в текстуры Paint. И опять же мы работаем только с одной рукой. Вот так вот. Нам ничего не мешает. Рядом нет тех предметов, которые бы нас отвлекали. Словом, вот такая прикольная штука. Alt-B. Назад. Все. У этого рука синяя. У этого коричневая. Еще такая штука, которая поможет в дальнейшем в работе в блендер. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok